Такие гигантские деньги стоят не могут. Я думаю, с точки зрения их реальной ценности, они все-таки, конечно, такие деньги не могут стоить. Но я и говорил о том, что в этой системе аукционов сжигаются инфляционные деньги. Поэтому здесь этот экономический механизм, он в том числе выполняет эту важную экономическую роль. Поэтому если мы будем все это учитывать, то цена на искусство, это во многом, в общем-то, такая вещь не фантастическая, а, как сказать, виртуальная, можно так более правильно сказать, вещь такая виртуальная. И сюда же надо, кстати, добавить проблему страховки. Это же огромные деньги. Когда произведение пересекает границу, ты должен обязательно его застраховать до какой-то количества, сколько она стоит. Если работа стоит, скажем, 50 миллионов долларов, то ты 5 миллионов долларов должен отдать только на страховку ее. Это огромные деньги, которые, так сказать, страховые, в том числе деньги, которые крутятся во всем мире. Это целый гигантский сектор бизнеса, огромный просто. Туда же, кстати, шоу-бизнес входит там своей частью какой-то небольшой. Вот. Поэтому, собственно говоря, я думаю, что большая цена на произведение искусства, если выполнять точную позитивную роль, оно полирует искусство. То есть, какой-то человек, удивленный ценностью, вдруг начинает внимание, так сказать, обращать на изобразительное искусство. Обращает внимание на изобразительное искусство, он уже как бы начинает входить в какую-то другую совсем, опоздать жизнь. Он начинает видеть, что жизнь не настолько одномерна, что это исключительно перетекание одни числа, только не числа, так сказать, вот это то, что бизнесом можно назвать. Что есть какие-то другие измерения в этой жизни. Вот. Я думаю, что здесь она выполняет цена, большая цена. Позитивную популяризованскую роль. Позитивную популяризованскую роль.